Всем привет! Сегодня в выпуске. Ирбитский мотоциклетный завод выпустил новую лимитированную версию мотоцикла Урал с коляской. Ирбитский мотоциклетный завод, единственный российский производитель мотоциклов, выпускающий собственную продукцию, подготовил новую модель мотоцикла с коляской, названную Урал Limited Edition Transit. Новинку анонсировали с необычным рекламным посылом. В коляске мотоцикла Урал вы путешествуете так же комфортно, как в купе транссибирского экспресса. Внешне новинка стилизована под вагоны поезда, соединяющего Москву с восточно-сибирскими и дальневосточными промышленными центрами. Это зеленый окрас с желтой горизонтальной полосой. Сидения обшиты коричневой кожей, напоминающие внутреннюю отделку салона поезда. Пассажир коляски получит подголовник, подлокотники, ветровик и чехол, защищающий от непогоды. Ну а если путешественников пусть и застанет мороз, то сидящий в люльке человек может укрыться идущими в комплекте меховой накидкой или варежками с подогревом. На носу коляски предусмотрено место для крепления двух чемоданов, а сзади разместилась небольшая канистра, которая на самом деле является чехлом для бутылки согревающего напитка. Под романтичным названием самовар. В принципе это все тот же сайдкар с двухцилиндровым четырехтактным мотором объемом 745 кубических сантиметров, мощностью 42 лошадиной силы и крутящим моментом 52 ньютон метра. Карбюратор на нем, правда, уступили место инжектору. А вот трансмиссия осталась прежней. Четырехступенчатая коробка с передачей заднего хода. Привод карданным валом только на заднее колесо мотоцикла. Тормоза на всех колесах дисковые с гидроприводом. Новый Урал гораздо ниже предыдущих моделей, а его колея расширена. Для этого на заводе применили маятник коляски от Урал Ретро, изменили крепление коляски к мотоциклу, а также уменьшили размер колес с 19 до 18 дюймов. Кроме того, на мотоцикл установили гидравлический демпфер руля. Все эти изменения сделаны для того, чтобы мотоцикл стал более устойчивым и легким в управлении. Сухой вес мотоцикла 317 кг. Объем бака 19 литров и 3,8 в резерве. Максимально рекомендуемая скорость 116 км в час. На российский рынок попадет совсем немного этих машин. 97 продукции и МЗ идут на экспорт. Заявленная стоимость мотоцикла в Штатах составляет 12999 долларов. При этом отметим, что без всякого преувеличения, главными рынками сбыта для российского бренда Урал по-прежнему остаются США, Европа, Австралия и Япония. Ну а на сегодня все. Если вас интересуют технические новинки отечественных и зарубежных производителей, необычная техника и автомобили, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и будьте в курсе последних событий. До новых встреч!